Привет всем! Сегодня мы обозреваем проект Quadrant Protocol. Протокол, который обеспечивает подлинность при обмене информацией. Идея проекта состоит в том, чтобы создать систему на основе блокчейна для пересылки информации, подлинность источников которой имеет подтверждение. Данный протокол обмена данными позволит снять многие имеющиеся вопросы, которые встают при передаче подтвержденной и актуальной информации. Для работы информационной системы требуются актуальные и полные данные, но здесь возникают сложности, так как нет единого механизма в обработке информации, накопления, сбор, обмен между участниками системы еще не приведены к единому стандарту. А информация, достоверность которой не подтверждена, может приводить к сбоям в работе алгоритмов обработки. Владельцы первоисточников информации, как правило, анонимны, не затрудняют себя подтверждением личности. Вот эти факты и ведут к отсутствию достоверности данных. Львиную долю прибыли от обработки данных имеют участники, использующие эту информацию. И вследствие этого потребители не имеют мотивации для улучшения качественных характеристик своей работы. Реализация проекта сфокусирована на создании полностью прозрачной и ясной схемы, обеспечивающей необходимую и единую среду для всех, кто участвует в процессе. Идея состоит в том, что будет создана карта разрозненных источников данных. Информация и ее достоверность будут опционально подтверждаться при использовании так называемых созвездий. Пользователи смогут проверить подлинность данных через питомники. Технология блокчейн позволит контролировать подлинность и актуальность информации как потребителям, так и создателям информации. Причем все это будет прозрачно. В составе системы имеются механизмы, обеспечивающие аутификацию участников процесса, поддерживающую работу системы в целом. В чем этот проект лучше аналогов? Давайте разберем подробнее. Проект решает необходимые вопросы, которые являются актуальными для участников системы. Технология предполагает создание полностью прозрачной структуры по обмену информацией между всеми участниками процесса. Участники проекта обеспечиваются возможностью справедливого распределения средств как между теми, кто данные накапливает, так и между теми, кто обрабатывает эти данные, вне зависимости от масштабов участвующих. Предполагается справедливость гонораров за долю участия в распространении подтвержденной информации. Подлинность первичных данных и результатов обработки гарантированно равняется 100%. Использование блокчейна гарантирует то, что данные не уйдут из системы на сторону и не будут фальсифицированы лицами, заинтересованными в нанесении вреда. Также система стойка к воздействию вредоносного программного обеспечения. Поддерживается работа в актуальных на данное время операционных системах. Интерфейс программы интуитивно понятен и прост. Монета QWAT, применяемая в данной разработке, используется внутри протокола. Позволяет идентифицировать данные, обеспечивает доступ к ней и может использоваться для взаиморасчетов между пользователями. Суммарное количество монет составляет 1 миллиард. На ICO будет выставлено 400 миллионов монет. Каждая монета стоит 5 центов. На стадии проведения ICO произвести оплату можно только токеном Ethereum. Прогнозируемый софткап составляет 3 миллиона американских долларов. Хардкап – 20 миллионов американских долларов. Полученные денежные средства будут направлены на дальнейшее развитие и модерацию проекта. Кроме того, будет реализована система безопасности SDKID. Что в итоге? Если все задачи, которые описаны в White Paper, будут полностью и успешно выполнены, то на выходе будет функционирующая эффективная платформа, которая уже востребована пользователями в мировом масштабе. Сам проект имеет инвестиционную привлекательность, большие возможности и перспективы. Кроме того, такая система востребована и крупными известными компаниями. Продолжение следует...